Отлично, видно и будем начинать. Видно, вижу, хорошо, слышно, нормально, ставим плюсики. Отлично, будем начинать. Знаете, вчера, просматривая в энный раз свой личный кабинет, я словила на мысли, конечно, я буду стараться, но что-то мне кажется, что мы в один вебинар не вместимся, потому что, чтобы все полностью просмотреть и увидеть, нужен, наверное, больше часа. Ну, будем сегодня, конечно, смотреть, но давайте для того, чтобы я знала, как говорится, кто к нам сегодня пришел, поставьте, пожалуйста, единички, если есть новички, неважно, новые покупатели или новые бизнес-партнеры, поставьте, пожалуйста, единички. Потому что наш проект большой, всех можем не знать. Так, вижу, единичек нет, значит, новичков нет. Отлично. Поставьте двоечки, кто просто потребитель-покупатель, кто покупает для себя, для своих родных и близких, участвует в акции VIP на парогенератор. Поставьте двоечки. Ну, а поставьте троечки, кто партнеры, кто у нас в чате УРД. Так, хорошо, спасибо за поддержку, отлично. Значит, может быть, мы и уложимся в нашем вебинаре. Значит, сейчас я быстро расскажу про самые популярные действия в личном кабинете. Если вдруг кто-то не знает, где эта функция, где этот функционал находится, ставим ту цифру, где вы не знаете, что это находится. Вот здесь вот примерное, самое популярное действие, я думаю, понятно, о чем я говорю. Так, новички прибивают, хорошо, хорошо. Значит, ну, раз у нас новичков нет, поэтому думаю, а такие понятия, как оформление заказа, редактирование заказа и удаление заказа мы рассматривать не будем. Или же кто-то не знает, как редактировать заказ и как удалять заказ. Кто не знает, как это делать, ставим минус. Дальше, я думаю, также все знают, где у нас находится перечень заказов и как искать сроки заказов. Опять же, если кто-то не знает, значит, ставим минус 4. Дальше, кто у нас участвует в парогенераторе, акции парогенератор или же получается, является вип-консультантом со стажем, тоже это вся табличка, можно сказать так, не табличка, как правильно называется у нас, не черта. Подскажите, девчонки, что-то я потерялась. Строка, наверное. В общем, строка вип-консультанта обзовем. Я думаю, тоже все знают. Мы очень быстренько все это просмотрим. Дальше, личные данные. Все знают, где ваши находятся личные данные. Если не знаем, минус 6. Дальше, новости компании, новости каталога, новости регион. Это самое популярное. Но что-то, мне кажется, все не знают, где они находятся. Писать в обратную связь, так как у нас, я так смотрю, большинство участники нашего чата ОРД про обратную связь знают все. Быстрый просмотр заказа в структуре по дням. То есть, чтобы быстренько за сегодня посмотреть, кто оформил заказы. Кто знает, кто не знает, ставим минус 9. Мой счет. Личный мой счет. Дальше, моя структура. Очень хороший отчет, которым я пользуюсь постоянно. Точнее, даже не отчет, а вот именно функционал. Заказы новичков и списание средств. Вот расскажите, кто знает, где смотреть. Точнее, кто не знает, где смотреть, какие средства вам поступали на счет. Особенно, допустим, Беларусь. Где-то смотреть. Какие суммы, каким платежом. Какие заказы платились. Или все все знают. В итоге. Участвуем, участвуем, девчонки. Значит, сейчас скоро мы перейдем в мой личный кабинет. Ну, Катя, я знаю, что ты знаешь. Мы ждем остальных. Значит, мы сейчас перейдем в мой личный кабинет. Есть два способа изучения личного кабинета. Именно что касается продукции и так далее. Значит, сразу, как мы заходим в личный кабинет, сверху есть новинки, уход, макияж и так далее. А сейчас поставьте, пожалуйста, так, минус 9, хорошо, вернемся. Значит, а сейчас поставьте троечки. Кто хотя бы раз нажимал на функционал, слева три горизонтальные полосочки. Что-то мне кажется, что много. Так, хорошо, хорошо. Вот когда мы на них нажимаем, появляется новая, более подробная. Отлично, молодцы. Так, сейчас, опять же, прошу ваше участие. Я буду заходить к себе в личный кабинет. Ставьте, пожалуйста, плюсики, если вы видите мой личный кабинет и слышите меня нормально, потому что я вас не вижу. Отлично, хорошо. Итак, мы находимся у меня в личном кабинете. Вот, я захожу к себе в личный кабинет. И сейчас быстренько-быстренько я посмотрю, что у нас спрашивали 9. Хорошо. Возвращаемся к экрану. Так, я так понимаю, все видно отлично. Значит, сейчас быстро просмотрим самое популярное. Просто я вижу по участникам, появились у нас новички. Значит, все, я думаю, умеют оформлять заказ, но вот, наверное, не все знают некоторые нюансы. Значит, смотрите, иногда мы заходим в кликабельную нашу кнопочку «Мои заказы». И сразу, как мы заходим, видите, вы... Так, не слышно. Давайте еще раз поставим плюсики. Или слышно и видно. Потому что я из телефона тоже зашла в вебинарку, чтобы себя контролировать. Отлично. Значит, смотрите, вы заходите в «Мои заказы», девчонки. И сразу вы видите дата заказа с... Вот у меня стоит фильтр с 7 февраля по 13 марта. Почему я решила здесь заострить внимание? Потому что, так как работаю уже 10 лет на ПВ, иногда задают вопросы. Мол, я не вижу свой заказ. Иногда бывает так, что вы утвердили заказ, он попал в автозаказ, и вы долго его ждете. В итоге девчонки говорят, я не вижу свой заказ. Почему вы не видите свой заказ? Потому что, получается, он уже не попадает в эти фильтры. Чтобы их увидеть хорошо, значит, к примеру, вы помните, что свой заказ, допустим, делали в январе, уже март. Вы до сих пор, к примеру, те брюки не получили. Значит, нужно зайти в фильтры, вот выбрать январь, вот, к примеру, вы делаете 10-го, и обязательно нажать «Применить фильтры». У меня, конечно, такого нет, но здесь вы сразу вот увидите кучу-кучу страничек. Нажимаем на последнюю, и вот я выбрала по фильтру от 10-го у меня, наверное, да, от 10-го. И вот, пожалуйста, самый первый от 17-го января, то есть до 10-го заказов еще не было. И здесь сразу видно, куда оформляла, на какие офисы и так далее и тому подобное. Сейчас, как слышно. Ответьте, пожалуйста. Все, ох, да? Хорошо. Я убрала звук в телефоне. Отлично, продолжаем. Значит, ну, я тоже думаю, должно быть хорошо. Значит, я вчера специально сделала заказ, который мне не нужен. Быстренько покажу, как я, допустим, редактирую и так далее и тому подобное. Вот, значит, все номера, все номера чеков у нас кликабельные. Вот этот заказ мне нужно его или переделать, или просто убрать. Я его открываю, но, опять же, это не приложение, это у нас сайт. Значит, обращаю ваше внимание, очень часто девчонки, даже вот когда работая со своей структурой, не знают, как смотреть по доставке, по адресу и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, вот, допустим, у меня стоит, что дата поступления на склад 10-го 0-3-го. Это у нас четверг. Так, так, я в четверг, ну, видим график работы. Четверг с 13 до 18. Значит, смотрите, если таким вот образом стоит доставочка у вашего покупателя или же у вас, вот вы, допустим, оформили заказ на другой офис, к примеру, там, подарок или же кому-то из покупателей, значит, смотрите, если стоит доставка 10-го марта, это четверг, и в четверг офис работает, вот с 13 до 18, значит, 100%. С 13 до 18 в четверг ваш консультант может приходить, и он 100% спокойно заберет себе заказ. Почему? Потому что мы все знаем, еще раз повторюсь, здесь я уже касаюсь Беларуси, с Россией, я как-то здесь точно не знаю. У нас в Беларуси всегда дата доставки стоит на день позже. То есть, логично, этот заказ придет на ПВ в среду, а уже 10-го специально пишет у нас сервис, чтобы человек спокойно шел и забирал. Поэтому я всегда в таких случаях, когда сопровождаю своих новых покупателей, говорю, в среду с 16 до 18 вы можете забирать, или же в четверг с 13 до 18. Это понятно? Я думаю, многие сталкивались. Почему я не говорю с 13? Потому что вы сами знаете, вполне возможно, а имея ПВ, я вам сразу скажу, точно заказов еще не будет. Заказы могут привести когда в 2, когда в 3, а иногда и в 4. Но после 4 в основном 100% есть. То есть, в больших городах, вот, допустим, Жодино, Минске и так далее, много офисов работает до 19.00, а иногда и до 20. Поэтому я всегда здесь так говорю. Это первое. Второе. Здесь просто так не получается. Иногда может стоять дата поступления, ну, опять же, на себе привожу пример, 11.03. Это пятница. Значит, что здесь обращаю внимание? Что в графике работы ПВ пятницы нету. Поэтому я сразу говорю, что заказ можно забрать в четверг с 16 до 18. Или же вторник, среда, четверг с 13 до 18. Тогда 100% никто мне, ну, вот, я как-то не сталкивалась, что я пришла, офис закрыт и так далее и тому подобное. Потому что я сразу предупредила. Ну, и, конечно, мы сразу даем телефон офиса. В случае вопроса, перед тем, как идти, вы лучше наберите, особенно, если ты не местный, если нет никаких геолокаций, более подробных указанных на сайте, что наберите держателя ПВ, пусть она вам расскажет, что, где, как забрать. Значит, здесь, я думаю, все сталкивались, все знают. Так, вопросиков больше не вижу. Значит, список товаров. Вот я нажимаю. Сразу виден список товаров. Но еще раз повторюсь, мне этот заказ нужно немного видоизменить. Я думаю, многие из вас были на моем вебинаре VIP 100, как выйти на парогенератор. И я рассказывала, что я печатаю чеки. Кто помнит, ставим плюсики. Значит, вы видите, есть такая кнопочка печать чека. Конечно, надо, чтобы компьютер был подключен к принтеру. Но еще раз повторюсь, есть такие клиенты, которым я делаю по своей цене с чеком. Поэтому вот я нажимаю печать чека. Сразу открывается чек. Вот у меня есть кое-что на автозаказе. И опять же, правой кнопкой печать выбрала первую страничку, распечатала. И человеку отдаю вот таким вот чеком, допустим. А мне нужно редактировать заказик. Значит, я нажимаю редактировать и продолжить. Но здесь обращаю ваше внимание, если, допустим, у вас в этом заказе есть что-то из распродажи, или же, вот, допустим, у нас буквально 2-3 дня была распродажа со сроком годности. Если у вас что-то есть, так как уже этой распродажи нет, я вас предупреждаю сразу, что ваш товар уйдет, потому что этого товара уже нет на складе. Поэтому перед тем, как сделать, обязательно посмотрите, или у вас нет дефицитного товара. Значит, продолжить. Пожалуйста, не подводи меня. Так, хорошо. И вот опять я попадаю в корзину. Почему я хочу переделать этот заказ? Потому что у меня вот мужские боксеры и женские трусы идут в основной заказ, а я их хочу взять по акции VIP. Значит, запоминаю, артикул 83-46-92. 83-46-92. Так, вот моя акция VIP. 83-92. Так, что-то я уже забыла. Так, трусы лучше. Вот так вот я ищу всегда все быстренько, что мне нужно, чтобы не листать кучу товаров. Пролистала. Так, и мне нужны боксеры. Хаки. Вот хаки, трикса, применить. Я-то делаю все специально, чтобы вы сейчас увидели разницу в экономии, можно сказать. Вот вам, пожалуйста, остается в корзине мужские боксеры в основном заказе и по акции. Мы помним, что все, что помечается вот таким вот зелененьким, когда мы подносим мышку, сразу выскакивает акция. Как она называется? Как вам экономия? Ставим пятерочки. Вот такая вот экономия идет от VIP 100. То есть, если вы 100 каталогов подряд, еще раз повторюсь, в этом каталоге можно восстановить VIP. То есть, все ваши потерянные VIP можно восстановить. Вы сами видите, почти 9 белорусских рублей. Ну, я сейчас беру это себе. Иногда у меня кто-то что-то заказывает. Если мне лично это не нужно, я всегда беру по своей акции. И вы сами видите, экономия, так, 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 экономия 9 рублей. И, грубо говоря, 3 лор от отеков мне достался за рубль. Но так как у него, его у меня заказали, поэтому можно наоборот сказать, что трусы мне вышли бесплатно. Все, отсюда я выхожу. И сейчас... Так, опустимся ниже. Вот та градация, наверное. VIP. Вот у меня VIP стаж 189. Видно, что до бриллианта мне осталось 11 периодов. То есть, пока в компании Faberlic высшее звание не придумали. Но уже все-все-все различные VIP-привилегии, которые есть, у меня применены. Подробнее узнать. Это, говорю, ваш личный кабинет. Вот нажимаем VIP-привилегии в Faberlic. Сразу выскакивает подробные. Не буду останавливаться. Это личный кабинет. Я всегда своим девчонкам говорю. Вы можете здесь щелкать, смотреть, добавлять в корзину, делать все, что хотите. Только не нажимать утвердить. Иначе ваш пробный заказик придет. Значит, смотрите. Я вчера показывала. Значит, у меня 104 балла уже есть. Ниже опускаемся. 153 в неоплаченных тоже есть. То есть, на будущий каталог у меня уже тоже есть 100 баллов. Здесь можно сказать и плюсик держателя пункта выдачи. Потому что ты можешь регулировать свои заказики. Если у вас нет пункта выдачи, чтобы регулировать оплату, вам нужно делать или где-то в конце каталога заказ по текущему каталогу, а оплачивать в новом тогда баллы вам пойдут. Или же я всегда иду навстречу своим девчонкам. Они, получается, забирают заказ у них в личном кабинете. Но перед этим надо сделать ручной способ оплаты. Деньги находятся. И они сами или же я в понедельник. То есть, если у нас каталог до 13 марта, 14 марта я захожу, оплачиваю их заказ, чтобы баллы им пошли на следующий каталог. Но это, еще раз повторюсь, нужно иметь и хорошее отношение с владельцем пункта, и плюс все всегда проговаривать. Дальше чуть-чуть правее есть в группе, вот в личной группе уже 3505 баллов есть. Нажимаем на список. Здесь вы увидите все-все-все заказы от определенного числа. И вот это то, что я говорила вам. Можно узнать, какого числа, в каком статусе по вашей личной группе находятся заказы. Вот, допустим, кто 2 марта сделал заказы, у кого доставлен заказ, у кого в автозаказе. Вот, видите, здесь все-все-все за второе число можно увидеть по всей личной группе, то есть здесь и включая моих директоров. Кто пользуется вот таким вот способом, чтобы посмотреть заказы. Я скажу вам сразу, я не здесь ищу заказы. Сейчас вернемся туда, где я ищу заказики. Но к этому вернемся немножечко позже. Значит, я хочу заострить внимание на наших личных данных. Вот они у нас находятся. Нажимаем личные данные. И первое, что мы попадаем, регистрационные данные. То есть ваш номер консультанта, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, дата регистрации и кто наставник. И сразу видим, здесь есть конвертик, то есть можно сразу написать. Дальше. Контактные данные. Вот это обязательно внимательно смотрите. Если вдруг у кого-то что-то не сделано, обязательно делайте сегодня. Значит, здесь мобильный телефон. Если у вас телефон поменялся, вы нажимаете сменить телефон. Что значит с верификацией? То есть вы меняете телефон и у вас произойдет то же самое, что и в новичков. Придет код подтверждения, вам нужно будет подтвердить. Дальше. У некоторых не стоит птичка. Согласие на получение смс-рассылок. Я время специально изменила. В основном, по-моему, она идет с 9 до 9. Я специально изменила, чтобы мне, можно сказать, круглосуточно шли сообщения. Значит, почему у вас должна здесь стоять птичка? Тогда вам будут приходить уведомления. Если вы оставляете заявку на то, чтобы уведомить о наличии. Вот, допустим, мне вчера и позавчера такое письмо приходило. Дальше. О всех акциях от компании. То есть почти все новости важные, которые печатаются в личном кабинете, приходят и на электронку. И ставим обязательно птичку. Разрешить регистрироваться под меня по номеру мобильного телефона. Я думаю, вы все видели. Кто это видел, ставим 6. Что когда регистрируем на сайте новичка, есть ввести регистрационный номер, а также есть номер телефона. Значит, здесь в чем хорошо, что вы всем своим знакомым и так далее. На всякий случай лучше говорить, потому что вы знать не знаете, когда кто где захочет что-то купить. Сейчас очень много реклам, где просто что-то продают. Кто-то кидает реферальную ссылку, но иногда отправляет на сайт. В итоге там есть вопросик, у вас есть знакомый консультант. Но, понятное дело, ваш знакомый, коллега и так далее, они не могут знать вашего личного номера. Но почти все знают ваши мобильные телефоны, поэтому вполне возможно, что могут попасть и лично к вам. Как говорится, лучше от этой возможности не отказываться. Дальше, значит, ставим птичку здесь. Ну, я от себя ввела. Домашний, рабочий, дополнительный телефон. Он значит, если у кого-то не подтвержден e-mail или же он не введен, вот здесь вот контактных данных вводим редактировать, вводим e-mail и опять же его нужно будет подтвердить. Подтверждение придет письмо от Faberlic на e-mail и нужно будет нажать на кликабельную ссылку. И только потом будет введен ваш e-mail, подтвержден. Это все считается, можно увидеть в вашем личном кабинете. Сейчас я ниже опущусь и покажу, потому что очень многие спрашивают, что это такое. Дальше у меня здесь введен Skype, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, мой сайт. На мой сайт я ввела... Можно, но только строка одна идет. Или телефон, или регистрационный номер. Значит, мой сайт я ввела таплинг. Обязательно поставила птичку участия в e-mail рассылке. Можно еще поставить в анкетирование. У меня когда-то стояло, но на самом деле часто приходят различные анкетирования. Мне как-то не очень есть когда. И нажать обязательно сохранить. Значит, когда вы вот это все-все-все сделаете, сохраните. Значит, пока помню, здесь еще хочу обратить внимание. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши личные странички могут блокировать. Поэтому если вдруг у вас заблокирована личная страничка, а в вашем личном кабинете старая, обязательно поменяйте. Обязательно. Значит, смотрите, когда у вас здесь все будет сохранено, когда вы заходите в сообщество, тогда ваша контактная информация выглядит вот таким вот образом. Вот здесь все-все-все, что вы сохранили в личных данных. Мы все знаем, что по сообществу мы сами ищем наших новичков. Дальше мы ищем, если человек дал контактную информацию, если вдруг система не пускает, ищем часть структура и так далее. Вот, допустим, мы ищем здесь. Вот кто у нас последний, вот, допустим, фастовец Татьяна. Вот мы сейчас проверим, что у нас сказано про фастовец Татьяну. Вот, мы нашли фастовец Татьяну. Молодец, что есть фотография. И Татьяна молодец, у нее все есть. Вот вам, пожалуйста, вся информация про Татьяну. Что она зарегистрирована в Подопчук Галиной, что она ВИП-консультант, 4 каталога. Вот, где она живет, ее электронка, телефон. Вот вам, пожалуйста, чья структура. Значит, обращаю ваше внимание, если здесь, где зарегистрирован, будет стоять звездочка, значит, этого человека уже удалили, то есть вышестоящего наставника удалили. Поэтому обязательно здесь наведите порядок. Так, дальше, почтовый адрес. У меня стоит мой почтовый адрес. Все сохранить, то есть проверьте. Здесь тоже рекомендую навести порядок. Почему? Потому что это все тоже отражается у нас в отчетах. Но что-то, мне кажется, мы сегодня про отчеты не успеем. Но обязательно проведу, потому что на отчетах тоже нужно много остановиться. Дальше, адреса доставки. Значит, здесь тоже всем рекомендую просмотреть, особенно Беларуси, потому что я словила себя на мысли, точнее, не на мысли, а на такой специфике. Особенно в мобильном приложении часто сбивается доставка. Кто с этим сталкивался, ставим семерочки. Когда заходишь делать заказ, хорошо, что проверил. Сбивается адреса доставки. У меня раньше такого не было, но так как я перед Новым годом очень много отправляла подарков, и хотя мы, и вы нажимаем кнопочку, что, мол, отправить один раз, все равно оно сохраняется в адресах. Значит, смотрите, вы когда заходите в адреса доставки, везде, везде, у меня, видите, такого нет, потому что я периодически чищу. Я когда словила себя на мысли, я сейчас чищу. Вот. А если вы отправляете много куда, у вас здесь будет куча адресов. И на одном из адресов, у меня такого нету, но я вам сразу говорю, будет кликабельная кнопочка сделать по умолчанию. Значит, у вас должна быть ваш основной ПВ нажат сделать по умолчанию. У меня такой кнопки нет, потому что он у меня сделан по умолчанию. А остальные адреса, там будет кликабельная кнопочка убрать. Поэтому почистите красивенько и оставьте только свой основной адрес, и посмотрите, у вас меньше будут слетать адреса доставки. Сейчас у меня максимум слетают, когда вот какие-то были системные плановые операции, можно сказать, на сайте. А дальше я уже с этим не сталкивалась. Дальше. Фото. Здесь вы можете поставить вот именно то фото, когда, помните, я находила Таню Поставец. У нее фото стоит. Вот. Если у вас фото здесь нету, значит, вас, когда по сообществу найдут, без фото. И вот, допустим, я нашла Таню Поставец, там три человека. Так хорошо, что я, допустим, знаю, что она живет в Глузке. А если я не знаю, где она живет, надо смотреть, там, допустим, дату рождения, там еще что-нибудь. А так, есть фотографии, я знаю, как Таня выглядит. Дальше. Документы. Ну, у нас нет. Казахстан, и там, где еще нужны подтверждающие документы, здесь будут документы. Дальше. Реферальная ссылка. Значит, если кто-то потерял эта кликабельная ссылочка, кнопочка в личных данных появилась недавно. Раньше она у нас была в моей структуре, сейчас их перенесли сюда. Вот ссылка для самостоятельной регистрации в мою структуру. Вот вам сразу скопировать, то есть не надо ничего, не выделять ничего. И плюс, я думаю, вы заметили, что ссылка стала короче. Раньше, по-моему, они были как-то подлиннее. Вот. И реферальная ссылка на сайт. Тоже вот скопировать. Беларусь, русский и так далее. Дальше. Вот. Сейчас заходим на стройки. Здесь тоже у некоторых. Значит, здесь пароль. То есть иногда многие, ну, я, конечно, с таким не сталкивалась, но иногда говорят девчонки, что за меня кто-то сделал заказ. Ну, кто может за вас сделать заказ? Я, кстати, с этим столкнулась, когда вот мы начали работать, вот регистрация через сайт, и когда мы получаем данные от личного кабинета. И тут начинаешь делать заказ, бац, а не подходит пароль. Оказывается, те, кто, ну, вот есть же такие вот, которым все интересно, когда вот заходит личный кабинет, везде пошарятся, можно сказать, сами меняют пароль. Вот здесь можно нажать сменить пароль и изменить тот пароль, который вам пришел. Сейчас у нас такого нет, а раньше, может, года четыре назад. У нас вообще были пароли с латинскими буквами или с английскими. В итоге очень долго было их запоминать, поэтому очень многие меняли пароли. Значит, здесь можно сменить пароль, язык. Дальше. Если вы... Я то всегда делаю себе лично заказы через ПВ, мне как бы так удобнее. Но если же вы не хотите, чтобы кто-то что-то на вас проверял, вы можете поставить птичку здесь. И, конечно, обязательно снизу нажать сохранить. Тогда не через какое ПВ никто ничего на вас не попробует, не закажет. Кто про это знал, ставим восемь. Значит, кодовое слово. Я сейчас, когда регистрирую через ПВ, там спрашивают кодовое слово. Я сейчас пишу имя, но у меня... Кстати, у нас Ксюши Фортуны еще тогда не было. И у меня уже было кодовое слово Фортуна. Дальше. Опять же, не у всех стоит. Проверьте у себя и обязательно скажите тем, кто вас или изредка, или же то, что я говорила на вебинаре ВИП. У вас должна обязательно стоять птичка. Ну, правда, сейчас это не очень, как птичка выглядит. Подробнее о получении контактов. То есть я хочу получать контакты потенциальных покупателей. Лучше всего сразу всем, как только вы зарегистрировали человека, зашли, значит, еще раз повторюсь, это личные данные настройки. И поставили птичку, потому что вы знать не знаете, будет человек в будущем делать, то балок не будет. Но вы должны понимать, что всех не проконтролируешь. А здесь в чем суть? И просто человека не пугать. Если вдруг вам придет смс-ка о новом покупателе, не переживайте. Эта компания вам помогает в получении более, большей, можно сказать, объемной скидки. А с этими людьми работаю я. Я вам на вебинаре ВИП рассказывала, что у меня есть женщина, которая просто делает 100 баллов, ей компания регистрирует людей. И вот постоянно благодаря тем людям у нее больше получается скидка. Дальше здесь можно выбрать. Я хочу получать контакты потенциальных покупателей по проживанию или по обслуживанию. То есть очень многие, вот допустим, кто-то живет в деревне, к примеру, а обслуживается в городе. Здесь вы можете взять по обслуживанию, так как у вас сохранена по умолчанию точка доставки. Дальше ссылка на самостоятельную регистрацию. И здесь сразу все мессенджеры, все соцсети, где вы можете делиться своей реферальной ссылкой. Вот автоматически. Можете даже попробовать. Вы на нее нажимаете. Ну, конечно, у вас должны быть сохранены автоматически данные в ВКонтакте. И сразу в ленте высветится, что вы поделились. Но, как говорится, здесь я не знаю, как отреагирует контакт. У нас же имеет свойство соцсети блокировать. Но точно работает. Раньше я пробовала. Дальше. Ссылка для самостоятельной регистрации мою структуру через новую форму. Опять же, то же самое. Реферальная ссылка на сайт. Дальше согласие на подображение. Здесь в основном сразу стоят уже птички. Я здесь ничего не меняла. Дальше, дальше, дальше. Дальше. У меня уже все установлено. То есть, привязка к социальным сетям. У меня здесь уже все ссылочки есть. Все есть. И видите, только Яндекс я не указала. И разрешить использование привязанных соцсетей в качестве контактной информации. Вот у вас будет вот здесь вот делиться, если будет привязка вот здесь. У кого это есть? Пишем. Но обязательно, когда эту всю махинацию сделаете, 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 не забываем нажимать на сохранить. Вот поэтому я хотела сразу обратить внимание на личные данные. Так, так, так. И сейчас... Так, поставьте, пожалуйста, минусы, кто не умеет искать по сообществу консультантов. Ну, что-то, мне кажется, все умеют. Но я лично сообществом пользуюсь очень-очень часто. Я общаюсь со своей структурой. Значит, сами не забываем, что вот у нас сверху есть справа конвертик. Вот у меня получается 4 сообщения. Ну, это в основном системное сообщение, где приходит о доставке, о оформлении заказа, о возврате и так далее. И вот сообщение с моими консультантами, с которыми я общалась. Значит, как я отправляю сообщение? Вот, отправить сообщение. Выбор адресата. Значит, всем друзьям, ну, понятное дело, перед этим у вас должны быть выбраны друзья. Или же одному другу, другому консультанту. Если другому консультанту, тогда здесь просто ввести его регномер. Личной группе. Мой директор. То есть, вот, допустим, у меня есть директора. Я могу с ними общаться просто через сообщество. Но благо у нас с ними хорошие отношения. Мы общаемся по мессенджеру. Но когда у тебя огромная, одногромная структура, вполне возможно, можно и так пообщаться. Личной группе. Вот, я всегда нажимаю личной группе. И здесь, допустим, подвожу итоги по каталогу. То есть, всегда поздравляю с новым каталогом. И так как у нас постоянно проходят розыгрыши по структуре, всегда прикрепляю видео подтверждений и рассказываю про какие-то акции. Дальше личная группа. Вот, допустим, началась действовать какая-то мега крутая распродажа. Обязательно 2-3 предложения написала об этом, уведомила. Дальше в пятницу, третью неделю я обязательно уведомляю, что каталог заканчивается. Опять же, по сообществу. То есть, кроме того, что это все пишется в мессенджерах, во всех чатах, это же пишется и в сообществе. Еще раз повторюсь. Не факт, что все читают, но я знаю, что некоторые читают. И, кстати, где-то раз в 3-4 месяца я отправляю письмо, что набираю новых бизнес-партнеров. Вот если я не ошибаюсь, но, по-моему, Марина здесь есть, мне кажется, Марина пришла на бизнес, она прочитала письмо в сообществе. Марина, если я говорю правду, напиши «да». Вот, по-моему, так. И очень много кто приходил, да, они могут потом не достичь, как говорится, определенного результата, но обязательно-обязательно всегда, да, они приходят в личный кабинет, вот сюда вот, в конвертик. Просто нужно говорить консультантам, чтобы они просматривали. Дальше. Неактивные консультанты, то есть неактивным консультантом, вот, допустим, у нас сейчас желтенькие, они неактивные консультанты. Вы можете выбрать неактивные консультанты и написать вкратце, что вы можете участвовать в такой-то акции, подарок такой-то, условия такие-то, опять же, прикрепить ссылочку на наши наборы, на каталог и так далее, и тому подобное. Дальше вот отдельно отправить ВИП, уведомить всех про парогенератор, то есть это те, кто в прошлом каталоге 100% сделал 100 баллов, в этом каталоге он светится как ВИП, или же ВИП-консультанты со стажем. Вот здесь их можно отдельно, но здесь уже пойдет рассылка не только тех, кто у вас есть, а глубина-глубина и ваших партнеров и так далее, то есть вы от себя уведомили. Новички. Новички, не забываем, что это те, кто зарегистрировался, 6 каталогов не делает заказ, или же это новички, кто участвует в стартовой программе. Чтобы, как говорится, никого не обидеть, здесь вы можете сразу прописать, все-все-все рассказать, опять же, у нас есть ссылки на различные наборы, каталоги и так далее, и тому подобное. Значит, так, вот то, что я говорила, друзья, вот кто у тебя есть. Вот это раньше. И вот видите, можно отдельно отправить просто друзьям. Вот группы, то, что мы отправляем и фотографии, те, что я когда-то добавляла, меняла. Не мешало бы, конечно, обновить это все дело, но как-то этим подзабыла. Дальше. Моя структура. Значит, в моей структуре у нас есть баллы в неоплаченных заказах личной группы. Видно, кто-то оплатил заказ, потому что, помните, было 3,505, по-моему. Дальше. Сразу, видите, на всю-всю-всю личную группу, то есть, у меня очень много консультантов, видите, не сделали ни одного заказа, 1877 консультантов. То есть, представляете, это столько новичков, не сделали ни одного заказа. Как говорится, работы непочатый край, непаханное поле. Дальше. Детальный обзор по всем консультантам. Я думаю, вы сами все где-то щелкали. Здесь вы увидите по всем консультантам. Не будем заходить. А вот та строчка, про которую я говорила. Неподтвержденные консультанты 2508. Это не значит, вот мы видим, что не сделали 1877. А неподтвержденные консультанты это те, у кого неподтвержден вот в личных данных, вот в настроечках, нет, не в настроечках, а в контактных данных. Вот у кого неподтвержден e-mail. Они у вас светятся, как неподтвержденные в моей структуре. Это не значит, что у них код подтверждения не введен. У них не введен e-mail. То есть он или же как мы регистрируем, ну, например, я сейчас ввожу свой электронный адрес, который по Берлик не подтверден, они тоже туда входят, или же просто набор цифр, или же кто-то при регистрации ввел свою электронку, но не сделал то, что я говорила. Нужно в личных данных сохранить и подтвердить, придет подтверждение на электронку и на электронке нажать на кликабельную ссылку, и только тогда они будут подтверждены. Поэтому видите, у меня на структуру 2508. Вот, здесь я всегда смотрю, опять же повторюсь, мы находимся в моей структуре, здесь я всегда смотрю заказы новичков. нажимаю заказы новичков, период любой, значит, видите, с 9.9.21 я всегда нажимаю на последнюю страничку и вот все новички. Дробыш доставляется, чем мне здесь лучше нравится, здесь я вижу именно заказ. Дробыш создали возврат, видите, по минусам. Я и, кстати, писала. Ну, как говорится, хозяин-барин. Вот, если минус, значит, это создали возврат. Вот, минус. Дальше, Кветкевич Елена сама делает заказы. 29 баллов, сумма заказа 75.56. То есть, каждый день я захожу в заказы новичков и проверяю таким вот образом их заказы. Если у меня есть пароль и я вижу, что человек, допустим, ну, какую-то или лайк не забрал, ну, вот, какую-то акцию не забрал, я или ей пишу, или же, если у меня есть пароль, я сама переделываю. Вот, женщина лайк забрала, каталог есть, заказала три водички, валы хорошие. Дальше, Карпович, Ольга Карпович, Николай, я думаю, понятно, кто это. это у нас неактивные, еще и палетка была, видите, вот, дальше, Рукина, опять же, заходим, уже собирается, оплачен заказ, обязательно, обязательно просматриваю в статусе доставлен, нажимаю и смотрю или оплачен. Если заказ оплачен, как говорится, я человека не трогаю, потому что, сейчас расскажу, значит, получается, когда статус доставляется или доставлен, вот я еще раз повторюсь, я каждый день, ну, вечером в основном, захожу в заказы новичков и просматриваю, если заказ оплачен, человека не трогаю, если заказ не оплачен, значит, я обязательно нахожу его или же в Вайбере, или же в соцсетях и пишу, ваш заказик придет завтра, допустим, вот, собирается, видите, дата предполагаемой доставки 5.03, значит, заказ придет завтра, потому что мы помним, что заказ приходит на день раньше, поэтому, вот, если бы он был не оплачен, я бы ей уже написала, и сказала, что у вас заказ придет завтра, не забудьте оплатить, заберете, напишите мне, кстати, по поводу возврата, вот у этой девушки был возврат на ту же спирулину, и вот через три месяца, наверное, она, кстати, она захотела наборчик у Светы Леоновец, Света мне написала, что твоя девочка хочет наборчик, я с ней связалась и добавила ей пробник водички, почему? Потому что, так как она новый консультант, она может участвовать в подарке, не хватало, добавила ей водичку Каори, чтобы была ценена каталога 45 рублей, не менее, обязательно смотрим здесь, и в итоге я ее предупредила, что если вы оплатите до такого-то числа, за вами закрепится такой-то подарок, все, она сразу оплатила, но еще раз повторюсь, первый заказ был возвратом, это еще раз доказывает, что никогда не нужно ни за кого решать, всякое бывает, сейчас женщина оплатила, значит, был возврат, так, а если возврат товара, он не подошел, значит, если возврат, если это ваш личный, вам на электронку придет, что ваш заказ вернулся на склад придет, это будет в сообществе, вот здесь вот письмецо будет про возврат, если же ты спрашиваешь про новичка, ты сама видишь, вот сейчас, видишь, дробыж доставляется минус, а сейчас я вернусь немножко, вот таким вот образом я подсчитала, у меня за год было всего лишь на мою структуру, на первую линию, 12 возвратов за год, я специально так подсчитала, так, 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 где, вот видите, Рукина пришел, вот, это же Рукина, и вот она, был у нее возврат от 4 февраля, еще раз повторюсь, все кликабельные ссылочки, и вот на 11 баллов был возврат. Так, я думаю, здесь понятно, это что касается первой линии, но можно взять и личную группу, и можно взять, допустим, период, видите, 9, то есть, 9 каталогов, новичок является новичком, вот личная группа применить фильтры, здесь, конечно, страничек будет намного больше, вот вам, пожалуйста, было 9 страничек, а стало вот сколько, 416, но, как видите, здесь не все заказы я могу просмотреть, то есть, первую линию я могу просмотреть, вот даже и что-то не дало, а глубину абсолютно не дает просмотреть заказы, вот, но еще раз повторюсь, я пользуюсь только первой линией и просматриваю таким вот образом заказы, дальше, так, не туда зашла моя структура, значит, девчонки, время я вижу нас поджимает, мы с вами просмотрим мою структуру и обращу внимание на один отчет, а остальное будет в следующий раз, значит, состав личной группы, вот здесь пишем, допустим, опять же, Таню, фастовец, Татьяна, найти, почему я здесь Татьяну не нашла, потому что мне нужно выбрать вся структура, потому что Таня это лидер моего директора Галины Потапчук, и вот я нашла Татьяну, что у нее личный оборот 35 проплаченных, ОЛГ 671, вот сразу подсказка, что не хватает до следующего звания 328, и 47 у нее вне оплате, здесь я всегда, но сказать честно, не именно здесь, я, мне больше нравится не в состав личной группы искать, а опускаюсь чуть ниже, вот, поиск по структуре, рассказываю, почему, ну, я думаю, вы сами увидели, если поиск, вот состав личной группы, это получается первая линия, то есть не директор, вот, и вы сами видели, нужно сделать чуть больше махинаций, а если опускаемся чуть ниже, поиск по структуре, здесь идут уже все, 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 и тогда я вот здесь всегда проверяю, то есть, допустим, вот, Синькевич, даже не обязательно писать с ними, вот, нашли все однофамильцы, меня интересует Ольга, и я сразу вижу, что у нее 62 оплаченных, ОЛГ 988, 11 не хватает, до следующего звания, 69 не воплаченных, и 5 в автозаказе, и вот таким вот образом, я всех своих, допустим, партнеров, каких-то вот вип-консультантов, и так далее, я быстренько просматриваю, у меня, вот видите, даже очень много сохраненных, вот, и то же самое, когда для каких-то планерок и так далее, подвожу, вот, допустим, опять же, пишем, вот, Синькевич, но меня интересует третий каталог, и сразу выскочит, да-да, и вот, допустим, я вижу, сколько у Оли было в прошлом каталоге, вижу, сколько было во втором каталоге, сколько было в первом каталоге, и так далее, то есть, для каких-то своих планерок, подведения итогов, и так далее, сразу можно увидеть, дальше, вот, допустим, чтобы сравнить по годам, вот, к примеру, 18 год, ой, 18 каталог 21 года, вот вам, пожалуйста, и опять же, мне нужно к планерке, допустим, в 20 году у нас было 19 каталогов, вот, чтобы сравнить, как у нее, прирост или спад, смотрим, прирост, то есть, в прошлом году было больше, вот таким вот образом, я всегда все быстренько просматриваю, дальше, значит, здесь, я думаю, все в курсе, но если вдруг кто-то не в курсе, всегда подносим, вот, посмотреть на структуру, то есть, выскочит вся-вся-вся структура Оли, дальше, я могу лично ей написать в сообществе, и вот здесь все данные про Ольгу, вот, допустим, здесь же можно и отправить пароль, если человек потерял, дальше, здесь же посмотреть дату рождения, вот, к примеру, своих, как говорится, бизнес-партнеров нужно знать, когда дни рождения, дальше, когда зарегистрирован и так далее, то есть, здесь это все есть. Так, и еще я вам хотела что показать, значит, дни рождения очень удобно, дни рождения, нажимаем все именинники и выскакивает, сейчас, как говорится, каюсь, я это подзабыла, но ранее очень часто это делала, точнее, каждый день, вот дни рождения ближайшие, вот сразу, у кого сегодня день рождения, видите, сколько человек, много, у кого сегодня светится красненьким, дальше, у кого завтра и в последующие дни, значит, я о чем говорю, что это подсказала, по-моему, Ксюша когда-то, вот нажимаем отправить сообщение, вы попадаете в сообщество и у меня есть сохраненное сообщение, где небольшое поздравление с днем рождения и все ссылочки на мои соцсети, еще раз повторюсь, конечно, это увидит тот, кто первое, у кого сохранена и подтверждена электронка, то есть, он от вас письмо получит на электронку, если у человека не сохранено, значит, он увидит только здесь, но еще раз повторюсь, по статистике процентов 20, только 25 заходит в эти письма, я даже, кстати, захожу иногда проверить, просят девчонки, те, кто сами делают заказы, у них писем 185, 345 и так далее, то есть, они вроде бы сами делают заказы, но никогда не заходят в сообщество, и вот таким вот образом всех-всех-всех поздравляешь лично с днем рождения, как говорится, человеку приятно, но если, конечно, он это все прочитал, и плюс автоматически, если вдруг что, он может добавиться к вам в соцсети, и в случае чего всегда знает, где найти своего вышестоящего директора, кто поздравляет своих по структуре, ставим, молодцы, девчонки, так, дальше, и вот новички за период, все новички, значит, личная группа, это получается новички, две вкладки, без директора, если я хочу посмотреть всех, вся структура применить, и вот здесь тогда всего у нас будет, опять же, на чуть больше, но в чем суть, здесь я всегда, опять же, для какой-то статистики, для подведения итогов, вижу сколько новичков, по-моему, их сюда вмещается в одну страничку 20, дальше, где оплата мы видим, также мы видим ОЛГ и ЛО, и если вдруг не оплата, видим заказы, баллы неоплачиваемых заказов, таким образом, я каждый день подвожу итоги, сколько новичков пришло в структуру, сколько сделало заказ, про сделало заказ, я уже автоматически считаю, и если не оплачено, и если оплачено, и как вы видите, активность новичков очень хорошая, вот только 1, 2, 3, так, 3, вот специально посмотрим, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 человек только не сделали заказы, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, из 35 человек, я считаю, это очень хорошо, до того, как мы не работали наборчиками, девчонки, было, из 35 можно было, ну, допустим, 5 человек, поэтому, это очень хорошо, и плюс, опять же, я нажимаю на каждого человека, и вижу, кто-то зарегистрировал, ну, это Ольга Карпович зарегистрировала, вот, Мельник, Анастасия, регистрация 1 числа, фастовец, Татьяна, откуда человек, то есть, как бы, я всегда всех просматриваю, вот, 2 числа Галина Потапчук, Камзюк, Елена Дрогичин, Синькевич, Мария, Шахницкая, Алла, вот, сегодня, вот, таким вот образом, и дальше, если человек горит таким вот красным минусом, можно сказать, значит, не подтвержден, то есть, человека зарегистрировали, а код подтверждения не ввели, вот это я всегда делаю каждый день, такс, и здесь наш гонг, то есть, не забываем, особенно, если вы на контрактизации, за 9 каталогов, у вас групповой объем новых консультантов должен быть не менее, чем 500 баллов, у меня уже 283, то есть, большая половина выполнена, я, конечно, думала, что в отчетах я покажу, где это все смотреть, но, так, вопросиков не вижу, вроде бы, но, не успеваем, но еще раз повторюсь, может, кто-то не знает, в гонг входит не только первые заказы, а вот, если человек шагает по стартовой, тогда баллы тоже входят, если не шагает, значит, не входит, то есть, если человек, допустим, зарегистрировался, но вышел со стартовой программы, значит, уже все, но если он шагает по стартовой программе, его баллы тоже входят в гонг, так, и покажу один отчет, точнее, два, то, что говорилось, списание средств, так как мне многие оплачивают заказики на регномер, и чтобы это проследить, я всегда им говорю, когда оплатили, напишите мне на вайбер или в соцсеть, что я там долг положила или же оплатила заказ, это все можно посмотреть, вот, отчет по личному счету, в отчетах, конечно, и вот, допустим, меня интересует поступление моих денег, денег, точнее, на счет с 1 марта по 3 марта, открываем, здесь очень удобно, когда, допустим, ты ждешь денег от человека, а он тебе говорит, что я тебе там 15 февраля оплачивала, ты выбираешь здесь с 15 по 16, сумму ты примерно и знаешь, сколько человек должен, и быстренько нашли, значит, вот, на начало 1 марта у меня на счету было 6 рублей 87 копеек, затем, пополнение счета через ЕПОС, 5 рублей 10 копеек, стало 11.97, опять же, на заказ 5.10 ушло, и здесь сразу, я думаю, вы видите, показывает, кто оплатил заказ, оплатила заказ, Ольга Синькевич, она заказывала на меня каталоги, дальше, опять же, видите, рубль 80, не было поступления через ЕПОС, 5 рублей было поступление, опять же, заказ оплатился на 9 рублей 18 копеек, кто оплатил, здесь очень хорошо, девчонки, видно, кто, ну вот, допустим, вы знаете, что у вас были деньги на счету, тут бац, денег нет, вы заходите, вы видите, куда они ушли, и не забываем, что здесь в отчете есть какой заказ, вот номер заказа, вы видим, какой заказ оплатился, опять же, так, вернемся немножко, опять же, первого числа было поступление 10 рублей, оплатился заказ на 8,62, потом было пополнение 17 рублей, оплатился заказ на 22,73, но здесь все, что оплачивается через ЕПОС, есть люди, которые оплачивают еще через красоту и здоровье, вот пополнение 15 рублей, и вот сразу 15 рублей списалось на заказик, дальше, здесь же, девчонки, кто-то спрашивал, здесь есть, так, 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 вот, провайдер возврат брака, то есть, первого числа у меня ничего не было, но еще раз повторю, здесь вы можете отслеживать, как возвращаются деньги, когда владелец офиса вам создает претензии, будь то брак, будь то качественный товар, вы здесь видите, вот, допустим, вы вчера занесли там по претензии брюки, допустим, и вечером зашли, денег нет, допустим, зашли там через день, деньги есть, чтобы посмотреть, сколько вам вернулось денег, вы заходите в этот отчет, и здесь будет написано, вот сумма такая-то, заказ такой-то, просто у меня, как бы, такого нет, но скоро будет, вчера мне пришла бракованная помада, лично мне, вот, у нас терминала Киви нет, я думаю, и в России, здесь будет более еще насыщенный отчетик, кто знал об этот отчет и пользуется этим отчетом, ставьте плюсики, вот, этим отчетом я пользуюсь давно и всегда, и научила этому отчету тех людей, которые делают огромные личные баллы, и им возвращают заказы, за заказы через безнал, то есть, через карточки, чтобы они отслеживали, оплатили им на самом деле или нет. Значит, про отчеты, девчонки, мы уже не будем задерживаться, поговорим на следующей неделе, я думаю, но обращаю ваше внимание, кто не в курсе, или вчера, или позавчера, точно не скажу, кстати, сейчас посмотрим, появился у нас новый отчет, вот, он звучит, отчет по стартовой программе Нью, он у нас появился после цифрового форума, вот, выбирайте валюту, ну, так как у нас в Беларуси автоматически, хотите просмотреть, хотите распечатать, и здесь очень, очень подробный отчет, сейчас он откроется, я это все позакрываю, значит, вот у меня он содержит пять страничек, значит, смотрите, что мне нравится, сумма заказа по акции, то есть, смотрите, с 16-го, начиная каталога, видно, какой был шаг, то есть, в 16-м каталоге был шаг на 49 рублей, в 17-м на 49, в 18-м на 39, первый на 39, второй на 39, третий на 55, четвертый на 45, и в пятом, видите, уже показано, что будет тоже на 45, дальше, вот, Фиданцевич Екатерина, вот, пожалуйста, в 16-м каталоге у нее был заказ по цене каталога 30, 92,74, первый шаг выбыла из стартовой программы, дальше, нажимаю на Фиданцевича Екатерину, оно клипкабельное, открывается все то, что можно было найти в моей структуре, здесь очень-очень подробный, я поделюсь, есть видео по этому всему, дальше, смотрите, то, что светится зелененьким, это значит, день рождения, нажимаем на Конопадскую, вот, скоро день рождения, 8 марта, то есть, вы здесь сразу, про новичков, здесь, в чем удобство, что, когда вы просматриваете, допустим, вот эта же Конопадская, к примеру, не сделала заказ, или, допустим, я, что-то мне кажется, что она будет желтенькая, потому что делала заказ в 16-м каталоге, вот, в честь дня рождения, можно красиво преподнести, что, мол, в честь дня рождения, вам компания дарит, жидкое мыло, для рук на выбор, при условии, что, если вы закажете, там, или на 35 рублей, или же предложите ей 3-4 наборчика, вот, Зажевская Татьяна, видите, видно, в каком каталоге, он сделал первый шаг, вот, в 17-м, в 18-м, выбыл, всех-всех-всех видно, сейчас ниже опущусь, есть другие, так, 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 вот, Шендер Валерия, зарегистрирована в первом каталоге на 39 рублей, и мы видим, что она, на 3-й, на 3-м шагу, она его выполнила, в 4-м каталоге, у нее, забирается 3-й шаг, и выполняет, 4-й шаг. Видите, есть такая вот, пометочка, может восстановиться в следующем периоде, это получается, вот, в первом каталоге, могла восстановиться, не восстановилась, и выбыла со стартовой программы, кто уже просматривал этот отчет, ставим 10, он появился, вот, или вчера, или позавчера, в общем, здесь вы можете сами все пощелкать, и посмотреть, я просто вернусь, и покажу, где читать новости, вот то, что я вам не показала, в личном кабинете, всегда, вот мы зашли в личный кабинет, вот светится драгоценная поездка на Кубу, история заказов, история претензий, вот здесь тоже, кстати, вот заказы новичков, можно смотреть и здесь, не заходя в мою структуру, дальше доступно, вот и как оно платилось, видите, есть, ближайшая доставка, вот, закреплена у меня, точка доставки, мероприятие, вот корзина автозаказов, чтобы посмотреть, вот все мои заказики, точнее, не все, и вот есть у нас новости, есть все новости, потому что все не умещаются, я всегда нажимаю все новости, и вот выскакивают все новости, где можно посмотреть, дальше есть новости бизнеса, новости каталога и так далее, и вот читать обновленный отчет по стартовой программе, вот с 3 марта, я уже вчера его смотрела, ну правда вечером, вот подробное видео с правого форума, и дальше, что обновлено, то есть полная информация о каждом консультанте, прохождение всех-всех шагов, заказы новичка, где это можно смотреть, все показано в видео, сумма оплаченных заказов, сумма первого шага, и потенциальные участники, это все, все у нас есть в личном кабинете, что-то у меня открылось, возвращаемся из моего личного кабинета, значит, самые популярные отчеты, я вам один показала, быстренько, еще раз повторюсь, уже не успеваем, и так больше часа, но стартовая программа, личная группа осталась таким же, а вот стартовую программу оставили и обычной, но удобнее 100% пользоваться новым. Вот то, что появилось новое, мы тоже зачитали, девчонки. Дальше еще раз повторюсь, не забудьте прям очень подробненько посмотреть свои личные данные, чтобы когда вас ищут по сообществу, вы были представлены красиво, потому что, знаете, очень часто это, как говорится, не для обсуждения, это просто для размышления, очень часто можно найти даже девчонки-директора, где максимум есть, что он вип-консультант, где он живет, телефон и дата рождения, а дальше абсолютно никаких нету информации. И еще раз повторюсь, у кого это все введено, проверьте, или у вас кликабельные странички, может, вашу страничку уже давно заблокировали, а у вас она до сих пор в личном кабинете сохранена. Значит, самые частные проблемы, региональность мы с вами посмотрели, смена адреса, потеря лайка или стартовой программы, обязательно это все, где просмотреть, я вам показала, где смотреть по претензии, и плюс это по стартовой программе будет в отчете. А потеря лайка, обращаю ваше внимание, если, к примеру, у человека заказ на 47 рублей, оплачен, он забрал лайк, и в этом заказе сделал претензию на 28 рублей, то есть ему не подошли брюки, он вернул, компания ему деньги вернула, но не забываем, чтобы участвовать в лайке, нужно 29 рублей. 47 минус 28, это у нас сколько? 19, у него вышло на 19 рублей. Значит, до конца каталога, он должен не менее, снова, чем на 10 рублей, заказать и оплатить, чтобы не потерять лайк. иначе в следующем каталоге, грубо говоря, он вылетел из программы лайк. Это обязательно, пару раз сталкивались, я, ну, как бы, сначала не знала таких нюансов, пока девчонки не начали спрашивать, почему нет акции, через обратную связь, все узнала. Так, про доставку, график работы мы поговорили, почему люди могут быть давным-давно вип, но компания не дарит новичков, тоже я вам рассказала, про электронку рассказала, про ручной или автоматический способ оплаты, я думаю, вы все знаете. У новичков автоматический идет, получается способ оплаты автоматический, ручной, рекомендую сделать для всех, особенно если вы участвуете на парогенератор, чтобы вы сами могли контролировать свои заказы. Как их контролировать, рассказала чуть ранее. Так, доступная информация для всех, до этого мы не дошли, но еще раз повторюсь, вот в личном кабинете на главной странице, опустившись в самый низ, вы здесь можете узнать и о самой компании, то есть вот для чего вы это должны знать. Всякие бывают люди, всякие бывают даже клиенты, вот разные точнее. Вот, допустим, спросили там, а где то производится, а где то, а где все, и вот различные такие подковыристые, особенно с других сетевых компаний. Я на прошлой неделе с этим сама столкнулась. Благо, как говорится, я в этом подкованная. Вот вы здесь все сами о компании можете узнать. Дальше про дочернее предприятие. Неважно, где вы живете, в контактах всегда есть главные контакты, можно сказать, дочернего предприятия. Дальше сервис. Как оформить заказы, оплатить доставку, возврат и так далее. И вот именно правее категории партнерства, если кого-то интересует открытие в своем регионе, пункта выдачи и так далее и тому подобное, то есть, допустим, я в Беларуси могу подсказать, по России я не могу подсказать. Вот здесь вы можете узнать способы партнерства с компанией Faberlic, то есть или бизнес-партнер, или пункт выдачи. И вот там вы прочитаете все-все-все правила, требования, документы, как это все, что узнать. Ну, дальше листать каталог, и как найти пункты выдачи, я думаю, тоже все знают, поэтому как-то не останавливалась на этом. Любой бизнес всегда начинается с изучения платформы. Наша платформа – это наш маленький интернет, точнее большой, но только интернет-магазин. Если вы свой интернет-магазин не очень хорошо знаете или не знаете совсем, о каком бизнесе, грубо говоря, можно говорить. Нам не нужно ничего создавать, для нас все сделали, все сделали комфортно, плюс наша компания всегда во всем нас слышит, как вы видите, только предложили, что то неудобно, все неудобно, это было бы хорошо. Быстренько все сделали и доработали. Поэтому знание личного кабинета кабинета увеличивает вашу компетентность, ваш авторитет в вашей структуре, у ваших клиентов. Ну и, конечно, когда вы будете все-все-все изучать, вы будете уверены и в себе, и в компании Фаберлик. Тем более, кстати, что мы еще не ставили, поставьте нолики, кто знает, где под каждым товаром искать сертификат. Наша вся продукция сертифицирована, не важно, что это и какой категории. Под каждым продуктом, не важно, вот вы заходите более подробнее, и всегда есть сертификат. То есть, если вдруг кто-то что-то не уверен, компания все сделала за вас. То есть, это не надо распечатывать. Просто, как говорится, для вашего подтверждения. И просто возьмите прям, получается сегодня, сегодня, нет, вечером, уделите один-два вечера и настройте свой личный интернет-магазин, сами изучите и удалите вот какие-то нюансики, которые у вас есть. Еще раз повторюсь, отчеты будет, отдельный вебинар, потому что и так мы уже затянули. Но давайте не будем забывать, что мы, как бизнес-партнеры, должны знать, конечно, больше, чем наши новички. Поэтому вперед, как говорится, из песней. Если что-то где-то новое узнали, буду рада, если вы этим поделитесь, своих отзывов в твоем старте. Не стесняйтесь, пишите, что вы новое узнали. Если вы все знаете, очень хорошо. Но обязательно, обязательно делите, что вы новое узнали. Почему? Потому что кого-то из других девчонок вы подтолкнете к просмотру этого вебинара, потому что даю 100%, многие чего-то могут не знать. Еще раз повторюсь, встретимся на следующей неделе в отчетах. Поэтому можете смело транслировать на свои команды, чтобы тоже изучали более подробно отчетики. Ну, на этом все. Не забываем сами просмотреть новый отчет. Кто не видел? Рада была быть вам полезной. Всем успешного продолжения и завершения каталога. У нас сейчас мега-крутое обучение от всех директоров. Обязательно посещайте его каждый день в 10.00. Все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok